Средневековые скандинавы были талантливыми кораблестроителями и войнами, однако навигация все-таки не была их сильной стороной. Они, конечно, умели плавать по звездам и другим ориентирам, но, как правило, все равно старались держаться в пределах видимости берега. При плохих условиях их навигация давала сбой, и викинги, вернувшиеся из Средиземного моря, могли хвастаться, что они разграбили могущественный Рим, а потом выяснить, что на самом деле они заблудились и напали на какой-то другой город. Но в то же время эти навигационные ошибки приводили и к открытиям. Один норвежец хотел попасть на Фарерские острова, но промахнулся и нашел землю с ледниками, которую он назвал «Снежная земля». Другой случайный исследователь попал туда из-за шторма, а потом норвежец по имени Флоки, который слышал истории от первых двух, отправился туда намеренно. Он отплыл на северо-запад от Фарерских островов и искал снежную землю с помощью воронов. Он выпускал птиц в разные стороны и плыл туда, откуда ворон не вернулся обратно. Совсем не то, что современные навигационные системы на кораблях. Древний, конечно, метод. Но если вы интересуетесь более современной историей военно-морского флота, то вам обязательно нужно опробовать World of Warships. Ведь только в этом бесплатном военно-морском шутере вы можете узнать о настоящих героях-моряках. Как, например, о Боре Кулешине, мальчике-сироте из Севастополя, который в 12 лет стал юнгой на боевом корабле. И уже через месяц он усердно подносил снаряды для экипажа зенитной установки под грохот падающих бомб вражеских самолетов. Несмотря на столь юный возраст, Боря помог отбить атаку 96 торпедоносцев, не уступая взрослым храбрости. И даже после ранения в 13 лет он сбежал с госпиталя, чтобы дальше продолжать служить на флоте со своим командиром. Флоки нашел снежную землю. Лето там было зеленым и приятным, но после первой долгой и темной зимы он решил вернуться. А потом рассказывал всем о суровой земле, расколотой ледниками и вулканами. Он дал ей имя Исландия. И у Исландии была одна очень привлекательная черта. Этот остров был необитаем, а значит свободен для заселения. Он манил тех, кто устал зарабатывать на жизнь в Скандинавии в условиях перенаселения. Тех, кто был втянут в кровавые разборки. И тех, у кого были проблемы с властью. А также неудачников, которые просто не вписывались в скандинавское общество. В конце концов, не все, кто мечтал о собственной земле, был готов резать англосаксонских воинов. Потому что это было как минимум опасно. А здесь можно было просто осесть и заниматься земледелием. Кстати, Исландия дает нам самую большую коллекцию скандинавских саг. Возможно, это связано с долгими зимами, которые давали свободное время для их написания. Или широкой доступностью пергамента от скотоводства. Средневековая Исландия пережила литературный взрыв. Работы представляли собой семейные истории, рассказы о поселениях, рассказы о войне и скандинавские религиозные мифы. До 13 века эти рассказы передавались устно, а потом стали записываться. И теперь являются одним из культурных сокровищ Исландии. К тому же у них не было центральной власти, а значит и не было и цензуры. Кстати, про власть. После 930 года на острове существовало Исландское свободное государство. Где вожди собирались на представительном собрании, называемом Альтингом. Что-то типа парламента. Он решал споры и принимал или изменял законы. А большая часть Западной Европы в это время жила при королях и принцах. Интересно, что юридический кодекс у них не был записан. Существовала должность, законоговоритель, который мог устно рассказать кодекс от начала до конца. Но Исландия была не для всех. В 982 году Эрик Рыжий поссорился со своим соседом и убил его. Альтинг изгнал Эрика с острова на три года. И он переехал на остров недалеко от Англии. Там Эрик почти сразу же поругался с новым соседом. И все закончилось тем, что он убил еще несколько человек. Тогда ему пришлось искать новое место для поселения. Желательно такое, где нет соседей. По рассказам он знал, что к северо-западу от Исландии есть необитаемая земля. Эрик собрал свою семью и отправился туда. Эта земля была еще более суровой, чем Исландия. И там он понял одну вещь. Чтобы выжить здесь, ему все-таки нужны соседи. Три года спустя Эрик вернулся в Исландию, чтобы найти желающих поехать с ним. Он рассказывал истории о новых пышных землях, которые он открыл на западе. Где люди могли по-настоящему жить свободно. И как любой сомнительный застройщик недвижимости, он дал этим землям название, которое не совсем точно их описывало. Зеленая земля. Гренландия. Когда в 986 году норвежец Бьярни искал своих родителей в Исландии, он выяснил, что они уехали в Гренландию вместе с Эриком. Никто толком не мог объяснить, где именно находится эта Гренландия. Все просто говорили, что это где-то на западе. Бьярни поплыл туда и промахнулся. Он нашел место, которое по описанию не было похоже на Гренландию. Бьярни оказался первым европейцем, который увидел земли с Северной Америки. Потом Бьярни все-таки нашел Гренландию и рассказал там всем, что дальше на запад есть земли полные лесов. Эту историю услышал и сын Эрика Рыжего. Лейф. Гренландия оказалась ни разу не зеленой землей, как говорил его отец. Там почти не было лесов. К тому же Лейф еще и поссорился с ним, из-за того, что батя был убежденным язычником. А Лейф, побывав в Норвегии, стал христианином и когда вернулся, то успешно обращал в эту веру поселенцев в Гренландии. Так что пока Батя был в гневе, Лейф решил сгонять на разведку. В 999 году он собрал команду и отправился на поиски лесистой земли из рассказов Бьярни. Первый найденный им остров был усеян большими плоскими камнями и он назвал его землей плоских камней. Затем Лейф отправился на юг и нашел густой лес. Это место он назвал земля лесов. Двигаясь дальше, в итоге Лейф нашел хорошее место с лугами и водоемами полными лосося и решил остаться там на зиму. Также там было достаточно лесов и животных, на которых можно было охотиться. А еще винный виноград, который Лейф и его команда, конечно же, превратили в алкоголь. И эту землю он назвал, ни за что не догадаетесь как. Земля вина. Винланд. Кстати, скорее всего это был не виноград. Скандинавы были склонны называть любую ягоду виноградом. Хотя на самом деле это могла быть смородина, ежевика или крыжовник. Из них тоже можно было делать алкоголь. Летом они загрузили свои корабли древесиной и ягодами и поплыли обратно в Гренландию. По пути они спасли нескольких потерпевших кораблекрушения людей, застрявших на маленьком клочке земли. За что Лейф получил прозвище Счастливый. Но когда они добрались до Гренландии, то увидели, что там бушует чума. Эрик Рыжий не перенес болезнь и новым лидером стал Лейф. А это означало, что теперь ему будет некогда плавать в Винланд за древесиной и ягодами. Вместо него за это дело взялся его брат Торвальд. Он с командой отправился в Винланд. И все у них было прекрасно. До тех пор, пока они не вступили в контакт с местными коренными жителями. Скандинавы назвали этих людей скреллингами. Общение между ними было невозможно из-за совершенно непохожих друг на друга языков. И поэтому все закончилось насилием. В ходе одной из потасовок Торвальд погиб от стрелы. А остальная его команда решила, что Винланд очень опасен и вернулась в Гренландию. Потом в экспедицию отправился второй брат Лейфа. И тоже не вернулся, потому что умер от болезни. К одной из последующих экспедиций в Винланд присоединилась их сводная сестра Фрейдис. Путешественники разбили лагерь и начали мирно торговать с коренными жителями. Но потом все равно все свелось к бойне. Хоть у викингов и было железное оружие и хорошие доспехи, местные брали числом. И согласно сагам, когда они ворвались в скандинавский лагерь, то увидели там разъяренного быка и не менее разъяренную беременную Фрейдис. После чего отступили. Но дальнейшие нападения со стороны коренных жителей вынудили скандинавов снова покинуть эти земли и вернуться в Гренландию. Но Фрейдис продолжала думать, что на тех землях можно заработать. Она убедила своего мужа организовать новую экспедицию, но та уже закончилась поножовщиной среди своих же. И инициатором этой поножовщины была Фрейдис. После чего скандинавские поселения в Северной Америке больше не возникали. Только отряды из Гренландии иногда приплывали для заготовки древесины. Со временем и сама Гренландия пришла в упадок из-за ослабевших торговых связей. А из-за начавшегося в 14 веке малого ледникового периода, жить там стало еще труднее. К тому же скандинавов постепенно вытесняли оттуда прото-иннуиты. Возможно тот же самый народ, с которым они сражались в Винланде. Как вы уже могли заметить, в Северной Америке скандинавы оказали наименьшее влияние из всех своих начинаний. В отличие от Исландии и тех мест, которые мы обсуждали в прошлых двух роликах. Да, викинги не смогли повлиять на более организованные государства, такие как Византийская империя или Исламские королевства. Но в местах политического хаоса они оказывались особенным ингредиентом, сформировавшим современный облик Европы. Спасибо за просмотр! Надеюсь, вам понравилась эта серия роликов об экспансии викингов. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Включайте уведомления, нажав на колокольчик. Не забывайте поставить лайк и оставить комментарий. По ссылкам в описании можно найти мои соцсети. И как всегда, спасибо за поддержку всем донатерам.